Традиционный для политехнического колледжа конкурс научно-исследовательских работ в пятый раз собирает увлеченную эрудированную молодежь. Школьники Белоруссии и России стремятся выступить на этой образовательной площадке. В этом году испытание проходило в онлайн-формате. Однако это нисколько не смутило юношей и девушек. Над своими исследованиями они работали достаточно долгое время. Готовили тезисные презентации, чтобы максимально полно и доступно рассказать о том, что в науке сегодня важно и интересно. У нас много очень талантливых ребят, которые помимо того, что хорошо учатся, еще занимаются исследовательской деятельностью, конструкторскими разработками. Это для них шаг заявить о себе, потому что те, кто просто ходит в школу и помимо учебных занятий больше ничем не занимаются, это одна категория. А есть люди творческие, которые хотят помимо этого развиваться дальше, но это им дает возможность поучаствовать в таких мероприятиях. Ровно в 10.00 был дан старт работе секции. Физика, информатика, математика, биология, экология, химия, география, филологические и исторические дисциплины. 54 научно-исследовательские работы логичны и аргументированы, последовательно и детально проработаны. Во многом члены жюри это связывают с тем, что доступа к информации разного профиля сегодня у школьников достаточно. А благодаря кураторству опытных наставников, интересные наработки превращаются сначала в идею, а после – в проект, заслуживающий внимания опытных взрослых. Традиционно одна из популярных – филологическая секция. Соправдывучие интересуются белорусской филологии, английской филологии и русской филологии. И працы вельми разностайны по своей тематике, и они звертают увагу и на актуальность белорусской мовы в теперешнем грамадстве, на ее стан, и на питание фразеологизма у белорусской мовной просторы. Так само звертается увага на литературные творы. Так разглядываются творы Быкова, твор Ивана Шамякина, Каски. То, что в учнике текавится родной литературой, родной мовой, русской литературой и английской мовой, это вельми цудовно, что у них есть такая затекавленность филологией. Конечно, для многих ребят этот опыт участия в научных конкурсах первый. И пусть перед ними не было широкой аудитории, общаться с членами жюри юным ученым все же пришлось. Кураторы секции задавали дополнительные вопросы, уточняли отдельные нюансы. Такой диалог дает возможность выявить по-настоящему одаренных юношей и девушек, поддержать их стремление быть услышанными, а также дать им первый шанс серьезно заявить о себе.